Днём даже с огнём эти части городского убранства рассмотреть крайне сложно, а вот ночью с тем самым огнём они становятся частью большой сверкающей композиции. И протянулась эта композиция на много километров вдоль федеральной трассы. И продолжает протягиваться по программе декоративного освещения курорта. Подсвечены будут и контуры зданий, и растения, причём обязательно зелёным светом. Это часть концепции «зелень и лёд», принятой в Олимпийской столице с её сочетанием вечной зелени и вечных снегов на вершинах. Становится больше сияющих фигурок. Чайки, спортсмены, кораблики делают сочинские ночи ещё живописнее. Олимпийский комитет очень доволен. Учера уроков было встречание, круглый стол. Они уделились нашей изобретательности. Это диодные фигуры, у них очень большой профводности, они будут работать, это высокоэкономичные. Глава Сочи Анатолий Пахомов настаивает, поэтапно эта сверкающая полоса должна охватить весь город, начиная с Лазаревского района. Заодно и дорога будет приведена в порядок. Дорога у вас должна быть идеально хорошая, чистая, красивая. Заезжаете в Дагомыс, там должна быть подсветка. Дагомыс проезжаем, дорожников заставить вычистить, вот тут участок, который побитый у них там страшно. Заезжаем на Мамайский перевал, вы уже начинаете ГИБДД пост делать. А на Красной Поляне завершается другая программа речи газификации мест, где многие десятилетия топили печи. 15 ноября природный газ будет подан в котельные. А вот строительство сетей низкого давления завершат уже 20 октября. Жители уже подали около 1300 заявок на подключение домов к голубому топливу. Для того, чтобы ускорить эту работу по получению технических условий, сейчас достигнута договорность между Горгазом и поселковой администрацией, что поселковая администрация представляет помещение для работника Горгаза, которое будет на месте выдавать технические условия и определять сроки изготовления проектной смертной документации. Работа эта очень важная для Красной Поляны, подчеркнул глава Сочи. Анатолий Пахомов намерен провести там сход граждан, чтобы еще раз детально разъяснить порядок подключения к газоснабжению, чтобы природное топливо было максимально доступно каждому жителю Красной Поляны.